Всем привет! Относила я свой маникюр еле-еле. Конечно, он мне не очень понравился, какой-то он не такой. Поэтому с удовольствием буду его переделывать. Но я вам скажу, что гель, который я намешала, просто отличный. Так как гель Канни сам по себе очень мягкий, то венолиса придала ему еще добавка жесткость. Потому что я вот, когда чисто гелем укрепляла вот этот ноготок венолисой, он прям при спиливании было заметно, что пропилить его вообще нереально. Если гель Канни спиливается прям быстренько раз-раз-раз и все, то это прям чувствуется жесткость. Использовала я базу и топ Борн Претти. Себе я делала просто слой базы и покрывала топом. Как видите, топ вообще блеск не потерял. Маме я делала выравнивание базой. У нее все отлично относилось, ей понравилось. Я думаю, что я также и продолжу ей делать этой базой. Так что вот эти базы и топ очень неплохого качества за свою цену. Этой базой великолепно делать выравнивание. Я настолько быстро и просто это все сделала, хоть у меня опыта большого нет. Но база, текстура такая, что для выравнивания ногтевой пластины это идеально подходит. Но если есть сторонники, которые не пользуются вообще китайской продукцией, особенно базой и топом, то, конечно, я буду в своей маникюре тестировать топы базы Фиоры. И как раз вы посмотрите и носкость, и блеск топа. Использовала я для маникюра вот такие вот гель-лаки Гельфавор. Мне они в целом даже очень понравились, несмотря на объем. Объем, конечно, там мизерный. Но за 68 рублей, что ли, я уж не буду врать, не помню. Цена довольно-таки неплохая. Особенно мне понравились, конечно, с блесками. Так как вот эти гель-лаки с блесками, даже светлые, нанесли в один слой. И просто великолепно не просвечивает ничего. То есть никаких проблем у меня с этим не возникло. Вот эти гель-лаки могу вполне советовать, так как они в носке и в перекрытии показали себя довольно-таки хорошо. Маникюр относился на ура. И единственное, где-то полосочки, они у меня чуть-чуть в начале, в самом, закрутились. Ну, прям самую капельку. Ну, база Борн Претти, она очень хорошо держит эти полоски. И даже если вы сбоку где-то плохо что-то приделали, что-то где-то закрасили плохо, то эта база, она не дает вот идти вот этой вот линии дальше. То есть я ее даже ковыряла, я не смогла ее дальше отковырять. Так что, девочки, кому понравились эти гель-лаки, смело можете покупать. Как всегда у меня отключилась камера, я это не увидела и показывала вам форму. Значит, смотрите, сначала мы пилим, спилим углы вот таким вот образом. Далее мы скругляем форму, не прямо пилим, а именно скругляем. Тогда у нас будет очень ровные и красивые края. И с другой стороны мы делаем точно так же. Все это хорошенечко скругляем. И также сам носик ногтя мы пилим точно таким же способом, постоянно стараясь его скруглять. И в таком случае у вас получится ровная форма. Если вы будете пилить просто прямыми линиями, у вас будет ноготь как будто бы, знаете, такой рваный. То есть надо стараться именно скруглять. Если у вас это получится, то форма вот эта, она будет очень плавной и красивой. Я, наверное, вот такое ноготь и оставлю. Сильно не буду я его острить, так как, скорее всего, я обратно поменяю на квадрат. Ну, посмотрим, как будет носиться. Может быть, я влюблюсь в эту форму и буду с ней ходить. Спасибо большое за просмотр, за то, что вы вместе со мной познаете ногтевые товары с Алиэкспресс. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам и здоровых ноготочков. Пока-пока!